Врачи, полицейские, ученые и политики, всего около 600 человек собрались в концертном зале администрации Калининского района. Конференция по профилактике социального неблагополучия вышла действительно межрайонной и межведомственной. Одна из инициаторов масштабного диалога, депутат законодательного собрания Петербурга Елена Рахова, признается, что давно хотела собрать представителей различных служб под одной крышей. Если честно, я очень-очень соскучилась по всем вам и коллегам нашего социальной работы. При малейшей же возможности я возвращаюсь к социальной работе. И поэтому вот мне такая возможность была предоставлена, и мы организовали все те мероприятия, которые у нас прошли. Затем Елена Рахова вручила благодарственные письма лучшим работникам социальной сферы. Среди них была и временно исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних у МВД по Калининскому району города Мария Писаренко. Она подготовила доклад и затронула одну из проблем. Не в каждой школе есть психолог. Они очень нужны именно для того, чтобы выяснять какие-то проблемы у детей, в том числе еще не попавших в поле зрения полиции, когда можно сделать так, чтобы ребенок никогда в поле зрения полиции не попала его семья. Проблема именно межведомственной коммуникации есть тот камень преткновения, о котором говорили практически все участники конференции. Тема социального неблагополучия касается всех, даже, как бы странно это ни звучало, работников ЖКХ. Ведь часто именно они первыми узнают о проблемах в семье. Хотя не только они. Все, что касается полиции, это попроще. А вот что касается образования и здравоохранения, вот здесь вот уже сложнее. Потому что здравоохранение говорит о том, что у них врачебная тайна. У образования свои стандарты. С докладом выступила и зампредседателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике, депутат Нижней палаты парламента Ирина Соколова. Она сообщила некоторые ободряющие цифры. В последние годы произошли кардинальные изменения. В федеральной базе данных количество детей-сирот снизилось со 112 тысяч до 69 тысяч. А в региональной базе данных в Петербурге с 3 тысяч до 1070. Вот эта цифра на 1 мая 2016 года. Я называю цифры. Но за каждый из этих цифр стоит судьба ребенка, который обозрелся в нем или еще ее ждет. Споры вызвал доклад представителей социологического факультета СППГУ. Они провели исследование на тему оценки петербуржцами общего благополучия в своем районе. Для эксперимента нужен был старый и новый. Выбрали Адмиралтейский и Калининский. Последний однозначно выиграл по многим показателям. На мой взгляд, одна из причин, конечно, связана просто с тем, что действительно это разные районы города и новая инфраструктура, она гораздо лучше. То есть качество застройки лучше и больше учреждений новых, специалисты работают, их больше. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта диспропорция в социальной сфере, которая есть, мы ее можем увидеть. И это не мои слова. Мы можем открыть данные, посмотреть, что у нас в разных районах города совершенно разное количество и социальных работников, и социальных учреждений. После пленарного заседания участники разошлись по секциям. В одной из них работали представители города Побратима Калининского района Малой Вишера. Расскажем спасибо, поблагодарим и будем ждать. И пусть приглашают нас к себе. Будем так делиться всеми нашими знаниями. Уже ваше спасибо вам. Организаторы уверены, что по итогам работы конференции найдется способ преодоления неэффективного общения организаций между собой. А также, возможно, будет создана межведомственная программа взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok